Ольга Бузова Ольга Бузова Ольги Бузовой Не забыла С возвращением Ксения Собчак заходит на новую территорию И сделает там всех Ты говоришь, все к чему я прикасаюсь Все становится успешно Но это же по факту получается не так Ксюша, я не хочу сейчас перед тобой тут распинаться Вот ты можешь вот прям сейчас взять и заплакать Себя я сделала сама И когда в сложную ситуацию Приходишь мне носом, просто тыкаешь Кем Ольга Бузова поедет сегодня в вип-доме Ты с Молой давай звони Он мне перезванивал Я больше всего не хотела опять страдать Федя, моих бургеров ты еще не пробовал Целый мир между нами Целый мир между нами Здесь вот все начиналось Ты помнишь? Ты была здесь счастлива? Да, да А ты? Да Сейчас понимаю, что да И мы счастливы! Ольга Бузова Девушка, которая по просмотрам своих сторис Обгоняет Ким Кардашьян Ольга Бузова Человек, который сегодня Представляет собой путинское поколение Кто она? Наверное, лучше меня никто не знает Потому что я помню Ольгу Бузову Вот такой Но поговорить о ней нужно с человеком серьезным С анонимным источником Из логова либерализма Феномен Ольги Бузовой Он в чем для вас? Я думаю, что Ольга Бузова Это мечта Это дрим Феномен Ольги Бузовой в том Что люди мечтают о театре И тут приходит FIFA Которая... Ты понимаешь, что она играет Ты понимаешь, что она сконструированный образ Но это и привлекает Она мечта ровно об этом Чтобы вокруг был театр Дайте нам красиво Как говорили в Одессе Ольга Бузова Чистая одесская девушка Говорит Я вам сделаю красиво И вот мы здесь, друзья В жопе Москвы, я бы сказала Совсем рядом МКАД Это вам ни хрена не Бронная Ни Патрики Ни Рублевка Но именно здесь Снимает квартиру Наша королева Инстаграма Ну вот такая вот Эпоха Инстаграма, ребят Как вы хотели Непонятно Где настоящая, а где видимость Где золото, а где труха Вот сегодня со всем этим Мы и будем разбираться Да, и кстати, мне интересно Сколько раз в глазу Ольги Бузовой Сегодня засеребрится слеза Давайте подсчитаем Ну я спрошу ради приличия Кто там? Это я, Ксения Собчак И мы счастливы Мы счастливы Не забыла С возвращением, родные Привет Привет Я тебе принесла приз От поверженного учителя От преуспевшему ученику Помнишь, мы это получали с тобой вместе В 2007 году Прохожу Не буду, да Я знаю, что квартира уже, Оль, осквернена Малахова Я тут не первый гость Извиняюсь, у меня нет мужских тапок После Малахова не так стыдно Ты сейчас обнаружишь, да, был здесь кто-то или нет Мне просто интересно У тебя вот чуйка осталась У меня Собчак сразу по странам Судя по каким-то сожженным приборам Я не знаю, чем вы тут занимаетесь Что надо лампу сковырнуть Наоборот Это говорит о том, что мужика в доме нет Ну что? Кроссовки, господи Это, Оль, ты три пары Ты оптом, что ли, Луи Вьютон, да, закупила? Прямо оптом Это еще не вся оба У меня есть для Ксении Анатольевны сюрприз Не один, а целых два Ты же не будешь обижаться? Я вообще ни на что не обижаюсь Даже если там лошадь, я не обижусь Вот я догадывалась Она тебя вдохновляет? Мне она нравилась Ты под моим, как бы, мудрым взглядом Взглядом? А почему ты с собачками моими не здороваешь? Ну я животных не очень Послушай, я только недавно полюбила детей Животные – это следующая стадия Мне еще надо до этого дойти Это Челси Боже мой, прекрасно Я знаю, что сделали укладку собакам Специально перед моим приходом Ну не ври, специально перед моим И убрались Сто фей Послушай, ну вот это немножко выглядит Как квартира девочки-переростка Потому что, ну что, у тебя столько игрушек Как будто тебе лет 13 Ой, ну ты взрослая баба уже Ну куда, вот откуда, почему у тебя столько Не надо так говорить Взрослая баба – ты Ну все, это у тебя иконостас Ну все награды, да Тебе будет куда добавить Ну у меня для тебя тоже сейчас будет подарок На самом деле Я хочу рассказать Ну это абсолютно правда Я Собчак всегда любила, уважала У нас были разные взаимоотношения И когда-то даже, Ксения Анатольевна, меня так подкалывала Прическу тебе надо сменить, Муся Тебе не очень идет Рената Литвиновая – это, конечно, наш кумир Но прическа тебе не идет Ну я просто хотела сегодня какую-то попасть Но был такой момент, хочу просто про него рассказать 2004 год Я психанула в какой-то момент на Доме-2 И Ксюша меня остановила Ты помнишь, за воротами Меня успокаивало Говорила, Оль, ну типа, если ты будешь, скажи, разбегать Не обращай внимания, ты должна быть сильной Научись смеяться над собой Вот эти вот приколы воспринимай с юмором И тогда легче будет И на следующий день Ксюша принесла мне Я вам вспоминаю Просто, прям с мурашками Духи Шанель номер пять Я до этого душилась фа, знаете, дезодорантами вот так Которые стоили 300 рублей в подземном переходе в метро Я вообще не знала, что есть такой хороший парфюм Я очень долгое время хранила И даже когда закончились, я клала в постельное белье, в трусики Но я это запомнила всю жизнь И я хочу сегодня тебе тоже сделать подарок Это не Шанель номер пять Это лучшее, это мой любимый аромат Ты вот булеранг добра в действии Даже злобная баба Яга Собчак в какой-то момент Была добрая, да Расчувствовалась, была добрая И вот спустя 15 лет у меня от самой Ольги Пузовой Просто невероятный срок Мы могли вообще стать лучшими подругами Понимаете, на это время Но мы согласились Вот мы никогда, хотя нас все равно пытались как-то столкнуть Мы никогда, вот прям, чтобы мы срались Официально, подчеркнула Ну что, давай Ну прям, мне кажется У нас сегодня звездный час Но на Доме-2, вот я помню, с Бородиной были все время какие-то конфликты А у нас с тобой не было прямо ссор Вот я ехала, вспоминала Вот скажешь, мы там прямо ругались Нельзя Не было, не было Ну он хороший Слушай, прекрасно Спасибо, это круто Ребят, ну это все Просто, понимаете Ким Кардашьян в данный момент рвет на себе волос Этого ничего не было, Ксюш Вот я просто скажу Джимичу Кстати, вкус-то правда, вот понимаете, Оля Рекламирует, понимаешь, всякую хрень в Инстаграме А живет-то правильно, хорошо Джимичу Манола Бланик Все крутейшие Кстати, моя тоже любимая фирма обуви Очень удобная Валентина Тут, понимаешь, никакого говна-то не держим Все, прямо У меня, кстати, такие тоже Ну они, знаешь Они стоят каких-то безумных денег Вот это я знаю, сколько это стоит Две тысячи шестьсот евро Ну что вы понимаете Это сколько? Сто тысяч где-то, да? Это дороже Это твоя квартира? Я снимаю Снимаешь А свою строишь или что? Ну, планирую сейчас Пока нет, нет возможности Просто район-то так себе, честно говоря Ты в центре не любишь жить? Нет, нет, мне нравится здесь Для меня переезды это хуже развода Друзья, тут надо прямо, знаешь Ксения Собчак сталкивает Только Бузова с крыши Когда я сняла эту квартиру Здесь была действительно Огромная веранда Зеленая трава И вы узнали, что Ольга Бузова Снимает эту квартиру Живела здесь, сразу же приехали какие-то инспекции Какие-то люди Вы не имеете права здесь ничего делать Любая моя какая-то история Типа мне что-то не нравится Сразу же Бузова вставляется в первое слово И Бузова строила скандал в ЖК Бузову с кем-то там поругалась Вот ты сама этого хотела Ольга Бузова суперстар Что есть, то есть Это да, нет Это я говорю, поверженный учитель пришел Я так и знала, что он захочет Что-то там спрятался От камня я спрячу мужика А почему ты вот в эту дверь не захочешь? Вот дверь, вот Мне это не интересно Ни хера не видно Какая-то, мне кажется, комната для сексуальных утех, что ли Ой, что там у тебя быстро покажут А если это действительно так? Тогда у нас будет рейтинг Тебе это тоже выгодно Так что открывай Давайте я с Панем покажу Вдруг тебе так там понравится Это вот здесь, да? Это да В квартире Ольги Бузовой есть две глобальные проблемы Это правда Это хуже, чем клопы И они размножаются быстрее Это шмотки и плюшевые игрушки Ну ты спишь одна сейчас? Я вот не могу Ты продакционный образ А, нет Да Я с Панем с Мишкой Мне кажется, ты пиздишь Ты думала, что я этих Мишек просто понаставила, чтобы скрыть Сто процентов Нет, ну я не верю, что у тебя нету мужчин Мужчину? Я думаю, что сейчас разное, что ты гуляешь после развода, имеешь право Но почему-то все время ты в образе, что ты одна Это лучше продается? Нет, в том-то и дело Вот я реально очень бы хотела уже по-настоящему стать счастливой И по-настоящему быть в отношениях Я бы их так не выпячивала, как вот раньше я делала Мы обещали выйти к вам Мы сейчас будем спать Очень устали Все говорят, что счастье любят тишину Мне кажется, когда ты реально любишь Ты хочешь об этом говорить Ну ладно, слушай, у тебя же с другой стороны Именно началась главная история Когда был развод с Тарасом Когда страна вдруг встала на твою сторону Стала тебя жалеть Все эти переписки Хотя я совершенно не хотела этого И более того, очень долго скрывала, что у нас разлад Но ты же демонстрировала эти отношения Демонстрировала, да Потому что я его любила и он меня любил У нас были замечательные отношения, хороший брак А почему ты тогда думаешь, что в следующий раз ты так не будешь делать? Ведь понятно, что это стало большим двигателем бренда Ольги Бузовой Я не двигаю бренд, Ксюш, свой Нет, я тебе серьезно говорю У меня нет такого Ну как не двигаешь везде вокруг, ты понимаешь Как вот раньше говорили из каждого утюга Собчак Ты меня конкретно переплюнула в разы, понимаешь Я конкретно сосу в сторонке со своими шестью миллионами У тебя шестнадцать, везде Ольга Бузова Тут поет, тут кверху танцует Понимаешь, про это у тебя даже целый клип Не один, но это не бренд, это я Выключи маск И Бузову включи Но это твой бренд, Ольга Бузовой, под которым продается куча всего Да, но я не выпячиваю это для вот так вот Знаете, берите меня, берите мой бренд Только это происходит само собой И когда была ситуация с разводом, я очень долго это скрывала И свой первый комментарий вообще по поводу того, что произошло у меня в личной жизни Я дала спустя полгода То есть я очень, наоборот, это все так тщательно скрывала И то, что так в тот момент люди меня поддержали Не было такой задачи То есть если бы была возможность сохранить семью И избежать вот этого всего Но сейчас у тебя, вот я смотрю У тебя там какие-то, ты где-то отдыхаешь на юге Смайлики какие-то, кокетства Ну конечно С какими-то рэперами, мальчиками Майами, Олег Майами Ксения Анатольевна готовилась к интервью Алексей Стивик, она тоже знаешь Леша, поцелуй Поцелуй на балконе, среди пробок изданий Ты подогреваешь интерес публики мастерски? Нет, если ты так воспринимаешь, окей Но у меня, когда я записываю дуэт с Лешей, с Виком У меня в тот момент не было мысли Ага, сейчас я буду подогревать Блин, ну когда он тебя целует и про это потом все новости Просто очень важно То есть ты думаешь, что мы стоим перед сценой И я ему такая говорю, значит так Ты подходишь и меня целуешь Давай подогреем интерес Подожди, он-то готов, извини меня Это происходит все со мной натуральным образом Все мои выходки, назовем это так Церемонии, премии, скандалы, которых я тщательно избегаю Это происходит естественным образом И то, что это потом выглядит со стороны Что я таким образом специально подогреваю интерес Это просто люди узко мыслят Просто есть люди, у которых вообще ничего в жизни не происходит А есть я Как вы думаете, очень много конспирологических версий Ее пиарят, двигают Или все-таки то, что она делает Это просто она делает сама А медиа хочет это освещать Без ее собственного понимания это невозможно Поскольку она попала в некий тренд новости Она первая Кукла-наследника Тути, грубо говоря Вот есть девушка-сок, простая девчонка Ходила по канату, падала, набивала синяки Там пахла нехорошо А кукла не пахнет Кукла-красавица Кукла-мечта Вот она играет в эту куклу-наследника Тути И поэтому, конечно, вокруг возникает масса людей Которые хотят продавать этот образ И это нормально Это надолго? Как вы думаете? Навсегда Ну я правильно понимаю, что с какого-то момента И во многом Дом-2 стал таким началом этого пути У тебя вообще, в принципе, вот эта грань Личного, общественного Публика, не публика Она просто стерта Вот ты живешь и живешь Я живу все Целуешься, значит, целуешься Неважно, камера, не камера Не важно Плачешь, дерешься Там, не знаю Выражаешь эмоции Это и есть твоя жизнь Тебя вот ничто как бы не смущает Вообще не смущает Уходи из моей жизни раз навсегда Поняла? Ищи себе нежадную девочку Какая? Ты что, не понимаешь, что ли? Я тебе еще раз пытаюсь объяснить Ты опять ни хера Не оли на меня, понял? А что, опять не догадываешь? Не оли на меня Я, конечно, немножко там переживала перед твоим приходом Все-таки это лично немножко пространство Ну как, ну ты жила в пространстве Все-все в камерах Ты пописать не могла без камеры Какое личное То есть, мне кажется, это же вырабатывает ощущение Что нету личного пространства Все в квартире есть Ну тут вот ты можешь любой шкаф открыть Что ты просто понимаешь Держь, знаете, тебя Посмотрись Любовь движет миром Да, это мне Тимур Батрузинов поделка И Федор Михайлович Достоевский Ты уже начала читать? Книга пока новая, ребят Пока Знаешь, куплены к моему приходу Ребят, а вот свечки реально ими пользовались Вы понимаете, по какому поводу пользуются свечками в спальне? Не будем, да? Чтобы засыпать красиво Понятно С мишками и единорогами Чтобы засыпать С мишками, да С свечечкой включать А можно там посмотреть? Там, наверное, журналы какая-то Можно, да? Я без разрешения не буду Ребят, это, кстати, вот логично С мужской стороны Если Ольга задержалась на съемках Чтобы было, так сказать, чем при свече заняться Есть журналы с Ольгой Бузовой Ну это не все Это так просто Последнее Нет, то, что не все, Оль Все, я понимаю Смотри, это все миллионы Вот Всякие разники А можно полежать на этой кровати? Мне кажется, я напитаюсь какой-то жизненной сексуальной силой Ой, вот Ксюш, вот что-что А в тебе секса предостаточно Вот как раз Мне очень приятно Мне мама, например, всегда говорила, что Во мне секса нет никакого Я помню эти горячие обсуждения на Доме-2 У вас же вот этот золотой, самый первый период Когда мы вели, и вы пришли с Аленой Водонаевой И всегда вас противопоставляли Она была такая нереально сексуальная Алена Алена И такая блондинка Такая вот эмоциональная Знаете, мне очень сложно бывать с жизнью Потому что первое впечатление складывается обо мне по внешности Никто тебя не считал тогда сексуальной Ты была такая девочка-припевочка И вот секс-бомба Водона Да, хотя ты помнишь тогда, что все равно Всегда от мужчин не было отбоя Была такая прямо вот чуть что заплакать Чуть что обидеться Можно я расскажу тебе секрет Ничего не поменялось Да, я пишу бизнес И я не хочу в это лезть И я не хочу в это играть У меня есть мое творчество Ну ты можешь вот прямо сейчас взять заплакать? Ну, нет, сейчас прямо не могу Но если мы начнем про что-то с тобой разговаривать Если что-то затронуть в мое сердце Ну, про мужчин Давай начнем говорить про мужчину Прямо да Сразу же в том, что как только мы начинаем о вас разговаривать Мы начинаем плакать Когда был последний раз мужчина? Вон, все, что есть в твоей кровати Ну, познакомь меня с кем-нибудь Я должна тебя знакомить? А почему нет? Хорошо, пожалуйста Пожалуйста, познакомлю карточки в студию Это сейчас незапланированная акция Подождите Так, а куда? Садись, садись Садись, вот сюда С той стороны Давай, давай Значит, смотри Ты, как бывшая жена футболиста Должна знать, что такое полуфинал Что такое четвертьфинал Конечно Я, несмотря на то, что я осталась Такой же эмоциональной Я не дура Я нормально Я Достоевского читала Ну, по-разному Ну, послушай Об этом мы тоже поговорим Потому что ты из себя Очень часто дурочку делаешь Ты знаешь, как расшифровывается КНДР? Китайская народная демократическая республика Правда Я даже знаю, почему не состоялась встреча Прости, пожалуйста Не китайская Зачем? Не всегда понятно Не всегда, да Перебарживая иногда Иногда все-таки ум свой показываешь В каких-то моментах Ну, я надеюсь У тебя есть все возможности сегодня его показать Но в начале четвертьфинал Значит, я собрала для тебя лично Лучших холостяков страны Спасибо Это не шоу, понимаешь Твоё вот это замуж забыл С сыроваром С каким-то, понимаешь Сальфофом сыроваром Это реальные чуваки Значит, сейчас мы начинаем Да Все Значит, смотри Семен Слепаков Недавно совсем развелся, кстати Это бомба-жених Руслан Белый Знаешь, что такое? Знаю Это в этом, конечно Значит, вот у нас первый Вот Я люблю мужчин с чувством юмора Но среди этих мужчин нет Мужчина, который бы у меня вызывал симпатию Ну как нет? Это как флода боли Надо все равно одного выбрать Наверное, все-таки тогда Слепаков Слепаков А почему? А ты знаешь, что у нас как-то лучше с ним контакт Мы же часто работаем, снимаемся Мне больше он близок по духу Он высокий А Руслан немножко грубоватый В отношениях У него такой юмор Немножко за гранью Берем тогда этот нахрен Да, этот, значит, выходит у нас Полфинал Полфинал Так Это кто? Так, Симирон Как ты можешь не знать, кто это? Ты не знаешь, кто такой Симирон? А, я просто знаю Симирон И не знаю, как он выглядит Песни знаешь какие-нибудь? Он опеть можешь? Но он рэп Он рэп исполнит Ну, я просто знаю, но я не слушаю Мне другая музыка нравится Конечно, Нагиев, но он в отношениях И поэтому даже не обсуждается Но он холост Мы брали по официальному статусу Не жена, точно Но Нагиев мне всегда очень нравился Девочки, как Симирона, Ольга Бузова отвергла Правильно я понимаю? Слушай, да я просто его не знаю Нагиев, у него прекрасное чувство имущества Он классный друг Он прекрасный собеседник Большие рекламные контракты Большие рекламные контракты, да Так, дальше Федор Смолов Ооо Я с ним недавно, кстати, делала интервью Он тебя, кстати Любит Любит Тайно Тайно Вот кто красивее? Давай с этого вот Ну ладно бы, я буду Глори Хантером до конца Так Бузова, хорошо, все Смолов классный парень, очень Но опять-таки наступает на одни и те же грабли А вот Амиран Сардаров, что там? С ним у меня был очень неприятный Случай Мне он всегда нравился Амиран Так Хочу сказать, смотрел твой выпуск с ним, мне было интересно С тобой он был настоящим, когда вы там сидели Вот такой, он прям такой милый, добрый Вот что ты сейчас чувствуешь, когда ты это смотришь? Ну не знаю, умиление какое-то, неловкость Он мне нравился как человек, но он очень неподло поступил по отношению ко мне Я обратилась к нему за помощью Причем я просто позвонила и попросила Меня муж забрал машину, выгнал из квартиры Это была реальная история Кое-то раз Да, да И мне нужно было срочно, хотя бы временно Пока покупка же машины, это же время Нужно поехать покупать У меня было такое тогда состояние И я знала, что он сотрудничает с одним брендом И я просто позвонила, попросила у него номер телефона Он говорит, да, да, Олечка, сейчас пришлю И через час, даже не позвонив, написал мне сообщение о том, что Прости, но дело в том, что из-за того, что у вас конфликт, я не могу тебе помочь После этого мы с ним не виделись, не общались И если честно, я не знаю, думал ли он об этой ситуации Стыдно ему или нет Мне тогда было очень обидно, потому что Вообще-то, почему-то все мужики воюют Я что, вам подберем горло встала? Чем он на меня все с телесопан срывает? Вот честно, Оль, вот честно Атур, ну она очень ранимая девушка Я не понимаю, что я тебе сделала Еще раз, секундочку Это не первый случай, когда именно мужчины мне подставляют, подводят, обижают Он молодец, я горжусь людьми, которые все с нуля делают Но вот этот поступок Решает его Решает его Решает его Выбираем Ну и тяжелая артиллерия Федя, ну если ты тоже меня выбрала, я выбираю тебя Федя может не забить пенальти в финале Ты это знаешь Помним это Поэтому давай пока раньше времени не будет Так, давай Значит, ну и отрываю от сердца, Оль Что, вы бывший? Нет, ну зачем тебе мой бывший? Нет, подожди У меня, во-первых, бывших не бывает Я за своих, знаешь, со мной души не связываю А ты сопствуется в этом плане? Я вообще не люблю Боцман эту хрень не любит Я тоже не люблю А что, тебе нравится Максим Виторганов? А что? Подожди, у нас только начало интервью Тебе не выгодно со мной ссориться, Оль Подожди Я могу выбрать второй сценарий Поэтому, смотри, каких я тебя выбрала Прекрасных от сердца оторвало Ой, да Роман Абрамович и Павел Дуров Да Вот представь, что они вот оба у твоих ног говорят Оль, хотим купить бускойнов на 200 миллиардов Однозначно 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 Абрамович? Однозначно, да Однозначно Подожди, ну ему уже 50 лет Он уже взрослый человек А ну это совершенно... Ты же хотела детей Хочу, хотела Ты говорила... Ты говорила... Ничего уже Не, ну в смысле... Ну как... Вот он, что тебе нужен мужчина до 40 Павел Дуров Новые технологии А сколько ему лет? Посмотрите, сколько Дурова лет? Ну, мне кажется, за 30 Но внешне это просто не мой типаж Мне он внешне не нравится Как он такой прямо, знаешь, из фильма про Дракулу Сколько лет? Тебе больше... То есть вот тебе нравится вот Роман Абрамович А, 34 А Абрамовича? А Абрамовича сколько? 2,7 миллиарда долларов Абрамовича 2,7 миллиарда долларов? У Дурова 2,7 миллиарда долларов, Оль А это сколько? Я не понимаю, сколько он Ну это да хер много Вот, понимаешь, ей даже женихов директора выбирает Вот покажите, пожалуйста Идеально Понимаешь, вот это вот Прям, знаете, вы как Эдвар Запашный с тигром Мы сидим, спокойно разговариваем Я чуть-чуть пиздану, понимаешь? Да, Антон сидит и глаза ей делает Вы почему ее не оставляете? Я просто хочу эксклюзивно посмотреть это интервью Чтобы не ждать потом вашего выпуска У меня ощущение, что вы просто конкретно стоите с плеткой Главное, чтобы мой тигр ничего не пизданул и не наслал на тубу Надо быть аккуратным Антон, ну вы ведь и есть тот прекрасный человек Раз уж у нас же все по-трушному, что мы будем скрывать? Конечно, да Которому Ольга Бузова подарила квартиру Да Вы там живете? Да, да, да Вы покажите паспорт У меня нет своего паспорта Да не пиздите, у директора нету паспорта Нет, вы можете, на самом деле, это же можно все в реестре посмотреть, где прописано Цветной бульвар Цветной бульвар Рядом с Босфудом Мы туда поедем, кстати Просто это странно, что вы живете на Цветном бульваре На подаренной квартире своей А Ольга Бузова в съемной в жопе мира Почему в жопе мира? Мне нравится этот район Я здесь работаю Цветной бульвар-то подарок же будет район Слушай, не знаешь, какие я подарки делаю своим близким людям? Мне вообще для меня это ничего не значит Ну не квартиру же, Оль? Ну, мать, ну одно дело, квартира, она же не за 100 миллионов подарила Слушай, ну у тебя родители, сестра, сестра живут в скромных условиях Ты издеваешься, у меня мама живет в центре Питера, на Петроградке В пятикомнатной квартире, которую я ей подарила Хорошо Я амбассадор Head & Shoulders Я лицо компании OB У меня огромное количество с Билайн сейчас была коллаборация Это хорошие, очень прибыльные контракты, которые курировал Антон И это была моя благодарность за то, что мы два года хорошо работали Ну, смотри, это же официант-директор, получает всегда какой-то процесс контакта Ну хорошо Это сколько, 10, 20, 50? Ну вот это я решаю сама по ходу Хорошо, заработала 10 миллионов, могу миллион дать Заработала 300 тысяч Просто даешь как бы Как чувствую, да, заработала Конечно, есть, есть, конечно, почему пиздец Как чувствую, ты же не боярин-государин Типа, холопы, раскидываю деньги Нет, нет, нет Мы нашли тот Верните нам жениха тогда И выбираем Кого выкинул? Семена То есть вот старого мужика тоже опасно выбирать Они же все раньше умирают Чего я буду опять вдовой? Опять от меня муж уйдет туда? Ну точно, но он хорошей жизнью живет Этот человек может прожить до 150 Криокамера, здоровое питание Отдых на дорогих курортах Оль, мы правда не знаем, готов ли Абрамович Но давай вначале мы сами решим Давай выберем Абрамович, а потом поинтересуемся Готов? Дуров, ты отправляешься, видимо, к Насте Рыбке Килиграмм Так, мешаем Федор Смолов или Семен Слепаков? Ну, поскольку Федя меня тоже выбрал в финал Я тоже его выберу Одно время очень так хорошо общалась И мне нравится его энергетика очень сильно То есть энергетика важнее в себе остального? Да, Ксюш Вот мне просто такое ощущение, что ты думаешь, что я тебя сижу-то наебываю по всем фронтамам Нет, ты безусловно наебываешь Но как бы я пока делаю вещь, что я с этим соглашаюсь Реально честно Для меня на сегодняшний момент главное вообще не бабки у мужчины Конечно, мне хочется, чтобы у него хотя бы была возможность меня пригласить в ресторан Раз в месяц, я чаще не могу Или в хорошее кино, потому что куда я хожу, в кинотеатр, там сходить дорого на двоих Куда отходят? В романов Посидеть там, может, кальянчик покурить, покушать, где-то 50 тысяч выходит Мне главное, чтобы было кайфово с человеком, понимаешь, чтобы быть на одной волне Мне кажется, сейчас мы подобрались к самому главному Тебя же часто обвиняют, и ты обижаешься в том, что у тебя, мол, нет талантов Вот Ольга Бузова ничего делать не умеет Это главное, что говорят про тебя твои хейтеры Ты на это, как бы, понятно, что, ну, обижаешься Но продолжаю Да, но вот что ты сама считаешь своим главным талантом? Что я настоящая, честная Вот, вот, понимаешь, вот, вот, я согласна, это тепло, потому что тебе, как бы, веришь Но я тебе абсолютно серьезно говорю Если мужчина мне не будет нравиться, я никогда с ним не буду Я не проведу с ним даже минуты Вот в этом и есть твой талант Вот сейчас я тебя, правда, вижу Поэтому мое состояние внутреннее, мое желание тут главное И возвращаясь к нашим Да К нашим женихам Абрамович или Нагиев? Я так поняла, Нагиев Да? Да, да Ох, друзья Ну и все Финал, друзья, финал, роковой и финаль Дмитрий Нагиев или Федор Смолов Кем Ольга Бузова поедет сегодня в вип-домик? Узнаем сразу после рекламы Ну что, снято? Слава богу, уже можно собираться домой А это мы сейчас узнаем, кстати, Игорь У меня классная команда И, конечно, никого не хочется подводить Это только кажется, что в Ютьюбе все просто на коленке На самом деле за нашим продуктом стоит большая команда Монтажеры, звуковики, режиссер, осветители Всем им, конечно же, надо платить деньги Делать это, конечно, всегда не хочется Но чем проще это и легче, тем мне это делать приятнее Хорошо, что у меня есть приложение Тинькофф Бизнес С Тинькофф можно делать все срочные платежи прямо здесь Круглые сутки, внутри банка и с часу ночи до восьми в другие Приложение очень удобное и очень простое В нем можно выставить счет, сделать перевод, проверить и оплатить налоги Еще Тинькофф дает вам персонального менеджера Который всегда-всегда на связи Так, сейчас давайте уточним у него, когда будут переводы Девушка, подскажите, когда будут наши переводы? Так, ребята, узнала, деньги должны поступить вам прямо сейчас Уже пришли, Ксения? Большое спасибо Ну вот, видите, как отлично, как все быстро и просто оказалось А еще 6% на остаток получу Друзья, вся информация о бизнес-продуктах Банка Тинькофф Здесь по ссылке в описании Переходите и наслаждайтесь классным сервисом и отличным продуктом Я выберу, а дальше-то что? А дальше что? А дальше что? Начнем действовать в этом направлении А почему мы должны действовать? Я хочу, чтобы мужчины начнут действовать Я начну действовать Я начну действовать Мне что, ну звоните Ваха, Собчак, я в свою обычную роль с тобой, Ольга Давай, Фей, телефон Федя Давай, Фей, телефон Федя Конечно Давай позвоним А мы сначала звоним Сали сразу Тон помянул Давай решим, кому Ну давай, Смолу Может, он на тренировке? Может быть? Подвешенный Федор Смолов Ну что, оставим эти карточки Давай подвесим Парней Подвесим? Вот, но вообще Надо, конечно, поинициативнее быть, Оля А то вот к тебе всякое говно и липнет, понимаешь? Всякое говно и липнет Для того, чтобы быть такой женщиной, как ты Известной Все Нужно быть абсолютно отмороженным Чтобы самому к тебе подойти А хороший, интеллигентный, скромный Он мимо пройдет Потому что где я и где Бузов Их надо самой, может быть, выбирать Понимаешь? Ну, я никому не испытывала чувств На проекте вот понравился этот мальчик Если поговорим про замуж за Бузова Я тебе абсолютно честно говорю Любит Не любит Будет Не будет Не будет Этот, считай, маленький Оставим Оставим на всякий случай Любит Любит Я оказалась как раз в той ситуации Я это поняла Я это поняла Уже спустя время Я Ты от чего? Ну, от Дениса У меня была Когда я узнала Как он со мной поступил Мне было очень плохо И не знаю, когда ты нервничаешь Я хотела Я хотела Вся эта история была для того, чтобы меня влюбить в себя Чтобы потом использовать Ксюш, шрамы на сердце в прямом смысле Когда ты больше вообще не веришь Вообще Стоп Вот, понимаете, вот эту фразу Шрамы на сердце в прямом смысле Ни одна актриса Ни одна, блин, Чулпан Хаматова Не сможет сказать так, чтобы ей поверили А Ольга Бузова со слезами в глазах Говорит эту фразу так Что ты в этот момент не думаешь Какую пошлятину она несет А тебе правда кажется пиздец Я не хочу больше плакать из-за мужиков Я хочу быть просто счастливой Но они меня обманывают, понимаешь? Хорошо Я поняла Откладываем финал И едем смотреть империю Бузовой Учитывая, что мы покидаем Твой дворец принцессы Да Можешь мне честно ответить на один вопрос? Я до этого тоже честно отвечала После твоего развода Сколько мужчин было у тебя в спальне? В моей спальне был один мужчина Один? За сколько лет? За два года Во-первых, я очень долго переживала состояние После развода И не могла к себе никого подпустить То есть ты реально можешь месяцами вообще не тратить? Могу, месяцами вообще, да Могу, могу Я не хочу менять партнеров Я веду очень достойный образ жизни Я хочу одного мужика Ну слушай, ну вот у тебя на подтанцовке Очень красивые партии Такие прямо стремтизеры такие У меня очень красивые танцоры Ну что, неужели никогда не было такого чисто для здоровья? Ну я не понимаю, что значит секс для здоровья Для здоровья это вода по утрам Для здоровья это спорт То же самое, что ты должна родить Ну как бы ты понимаешь? Для всех ты должна родить Я не должна родить Я не должна заниматься сексом для здоровья Я хочу заниматься сексом с любимым мужчиной Я как раз вижу довольную собой Вполне себе счастливую женщину Как и есть И поэтому мне кажется, что ты врешь Я не верю в это клише Хорошая история Себя была голливудским продюсером Мне бы принесли историю про королеву инстаграма 16 миллионов И она живет одна и два года у нее не было секса Это покупается Это такое прямо Настоящая сказка Это как фильм «Телохранитель» Сказка, по-моему, это трагедия, Ксюша Ну ладно, не какие-то Ну хорошо Смотри, несмотря на то, что с мужчинами вот так Все-таки есть один человек, которого ты жестко трахнула, скажем так Этот человек, это Ким Кардашлин Которую ты абсолютно убрала по количеству просмотров в сторис Было дело, было дело Когда я зарегистрировала инстаграм, у Парис Хилтон было 2,2 миллиона Сейчас я ее обгоняю, естественно Но я обгоняю не только Парис Хилтон, а многие голливудские звезды Ты была на третьем месте в инстаграме на какой-то момент, а потом стала первой Да, да, да Слушай, а давай вот посмотрим, мы же можем посмотреть в инстаграме? Проведи, пожалуйста, мастер-класс Я лох, у меня по сравнению с тобой вообще нисколько У меня 6 миллионов Значит, можно я какое-то скажу себе? Да, давай, не обижайся Нет, нет, нет Я на тебя очень долгое время была подписана Я прям честно говорю Я вообще в какой-то момент мне стало просто неинтересно Так, в какой? Два года назад Что я тебе отписалась? Вот, во-первых, подписывайся обратно А ты? А я подписывала на тебя как? Серьезно? Ну, конечно А, нет, все, Бузова не подписана, все, давай взаимное фоллоуин Давай, во-первых, сейчас я тогда сниму в машине какой-нибудь Ну вот, скажи, дорогие друзья, если бы вы знали, кто сейчас едет с нами рядом в машине Вы бы сейчас все просто уже все были подписаны на мой канал и ждали этого интервью Потому что, ну, точно, ну, заинтригую здесь Хорошо, хорошо Палочку поставь палочку Ты палочку ставишь? Палочку это что? Реально не знаю, какую палочку Ты хотела просто снимать без фильтров? Да Без палочек, с морщинами твоими? Я не знаю Берешь, во-первых, свободные руки надо делать И ставишь палочку А что такое палочка? Смотри, сразу тебе, смотри, кто ходит в салат Слушай, прямо нету морщин Ты видишь? А я тебе потом еще скажу Все, я поняла, почему у меня вообще удивительно, что даже 6 миллионов с такими Так, и надо вот Но я тут красотка Красотка? Это твой ракурс, да? Вот этот травой аркас или этот? Да, у меня вот это рабочий А, все, тогда Дорогие друзья, добрый день На улице солнце А у меня в машине рядом со мной тоже солнце Я не буду показывать, кто это Чью руку я держу в своей Но, поверьте мне На следующей неделе на моем канале Это будет очень крутое интервью Подписывайтесь на канал Осторожный Собчак Нормально, смотрим Давай проверим, не спалила ли ты меня Не видно Не видно Потому что если бы была ниточка, они поняли Ты была, что одна с ниточкой ходишь? У меня узнают У меня узнают все же про манитюру Ну, это вот можно выставлять? Во-первых, мы делаем дальше фильтр Смотри на свое лицо Есть двойная палочка Ты видишь? Посмотри Проверочка делаем Двойная палочка Вот так делается Да это осло, это слишком Слишком Парис надо ставить Парис Ставим Парис Подожди, а канал? А скрепку прикрепить? У тебя есть в заметках скрепки? Ты нормальная? У меня в заметках все скрепки, которые мне нужны А вообще, вот ты можешь посмотреть и дать мне какие-то советы? Может я что-то не так делаю? Покритикуй мой инстаграм Мне что тебе нравится? Мне нравится, что ты не фотошопишь Я просто не умею, я лох Я тоже не умею, но у меня есть там девочка, которой я могу фоточку отправить Бывает сама знаешь, свет ужасный Иногда, то есть я фигуру не фотошоплю У меня фигура хорошая То есть у меня тут нет целлюлита, слава богу У меня и прессик, я занимаюсь спортом Мне кажется, это твоя фишка, что такая вот сообщатка, такая есть Вот это вот мне нравятся такие фотки То есть тебе пофиг вообще, что ты здесь урод, да? Да, мне пофиг Реально Честно, да Ну а что, а я в принципе не считаю себя красавицей, ты знаешь У меня нет темы, что я должна очень круто выглядеть, потому что Ну у тебя есть и красивый А ты себя считаешь красивой? Я считаю себя харизматичной Но я не считаю, что я красавица Вот у нас время сейчас реально инстаграма и вот ютуб каналов Люди могут в любой момент из себя состроить кого угодно То есть я из себя ничего не строю, и ты ничего не строй Ты же часто хлопаешь дверьми, это тоже все о тебе знают Вот ты была журналистом на Первом канале с Софией Кошей Варнадзе Да, да И тоже хлопнула там весь этот клип, где ты хлопаешь Эмоции Для рейтинга, наверное, это хорошо, но тебе не кажется, что это не очень профессионально Вы что мне перебиваете все время? Все, мы не перебиваем Нет, девочки, мы работаем вместе, либо нахер мне это не надо, понятно? Работаем вместе Вы что мне не даете говорить вообще? Вы что мне перебиваете постоянно? Мне это не интересно вообще Давайте, работайте втроем, верите, у вас не будет никаких Ольга, возвращайся, Ольга Игоревна, вернитесь, пожалуйста Ты есть профессионалист, когда человек остается в студии Нет, я не вернусь, мне это нахер не надо Я просто понимала, что это не мой немножко формат, но я хотела себя в этом формате попробовать Таким образом я выстраивала, устанавливала свои правила, Ксюша Я показала, что я не позволю к себе так относиться, как к хуйне какой-то, которая сидит просто И которая мне не интересна Да, это не профессионально, я согласна Я потом подошла и извинилась Смотри, хочу вернуться к инстаграму, к моим сториз и так далее И к целебату одновременно Ты, кстати, знаешь, что такое целебату? Я... Не очень Не очень, да Это вот когда два года они трахаются, это целебату Мой вопрос о личных отношениях Твоя позиция, что я настоящая везде и всегда Моя жизнь вам всем открыта Я не чувствую разницы камеры и не камеры Да, это правда Это суть твоего бренда Да, да Как ты собираешься в такую концепцию твоей жизни встроить, например, мужчину, которого ты завтра встретишь? Да, а может быть, мне настолько захочется уже просто вывести его просто на все дорожки Мне просто сказать, вот он Вот он Вот он Мужик Я не знаю Потому что я очень живая в этих своих проявлениях У меня нет плана никакого Пожалуйста, вот тут Вот я встречала приемца И он тебе говорит Никакого сука инстаграма Нет, я не хочу Вот так говорить мне не надо Не надо мне только приказывать и вот это вот пальчиком То, чтобы никакого инстаграма Вот это вот со мной Только ты ставишь условия Вот это вот пальчики свои, знаете, засуньте в другое место Мы все обговорим Есть огромное количество людей, которые просто не приемлют никакой публичности в своей жизни Вот тот же Роман Абрамович, как ты знаешь, он не дает никаких интервью Ром, 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 если мы с тобой полетим отдыхать, если у нас вдруг возникнет любовь, я тебя не буду снимать свои сторис Я буду снимать наши яхты Но потом по этим яхтам Алексей Навальный все пробьет, где ты и с кем ты Ну, ну да Сравните форму иллюминаторов, они одинаковые И посмотрите на антенну и какую-то непонятную раздвоенную штуку Я не готова ни бросить инстаграм, ни бросить работу Я не готова на жертвы, потому что любовь это не жертва Не знаю, будут ко мне прислушиваться девчонки или нет Я в свое время шла на жертвы, Ксюш, ради любви Отказалась от скольких я съемок в фильмах Я мечтаю играть, мечтаю Я все, ну, жду, что режиссер мой меня найдет Потому что я очень хорошая актриса Я, кстати, буду наставить, чтобы ты все-таки пришла на спектакль Когда у тебя будет время, просто вот А почему сейчас слезы у тебя в голове все? Не слезы, да нет, не то что вспомнила Просто я в свое время от многого отказывалась ради любви И я готова была и от инстаграма отказаться Ради Тараса? Да, когда у нас был конфликт, он мне сказал Готова уйти из дома 2? Я говорю, готова Я его простила давно, до него не держу ни зла, ни обиды Ничего, мне там сколько там говорили Да ты можешь у него этот дом отсудить Ксюш, я ничего, я все отдала, ты можешь себе представить? Вот вна забирай У вас был брачный контракт? Был брачный контракт И что по этому? По брачному контракту я ни на что не могла претендовать Ну так тогда получается, что просто это брачный контракт Нет, у меня еще есть год, когда я могу там делать и устраивать Ну даже нельзя спорить брачный контракт И могу Еще после трех лет после брака могу претендовать на многое Что, кстати, может быть, ему жизнь не спорить сейчас А как он тебе это предложил? Как это было? Два условия Берешь мою фамилию, хотя для меня это такой бред, если честно Я взяла Я вот сейчас заявление делаю Я никогда больше в жизни не возьму фамилию мужчины Никогда Я Бузова, более того, мой сын тоже будет Бузов Потому что я хочу Блин, но ни один мужчина на это не согласится Хорошо, можно это вырезать? Нет, подожди Нет, мы ничего не вырезаем Подожди Нет, 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 нет Хорошо, это обсудим Он у меня дочка будет Просто я хочу продолжить свой род Это конкретно, понимаешь, кривое зеркало Ксении Собчак Это ровно мой текст Но, понимаешь, есть другое решение Мужчину нельзя обижать Вот у нас двойная фамилия у ребенка Виторган Собчак А ну ты свою лепту внесла Ты тоже хочешь продолжить, да? Ну да, но ты можешь лишить мужчину, ты пойми Ну хорошо, это не буду я вас лишать ничего Вы уже появитесь в моей жизни Решим, обсудим Потом я уверена, что у меня будет девочка сначала Как я Начала свои пролонгации сделать А потом мужскую Чтобы вот гены гены пустить Представляешь, что Бузова закончится, ну как? Честно тебе могу сказать Если бы мужчина мне предложил подписать брачный контракт Как бы он был богаче мне Мне показалось, что это странно Ну как бы это же какое-то недоверие у тебя не было У меня было, Ксюша Но я его настолько любила, что я хотела ему доказать свою любовь И он очень обжегся в первом браке И там как раз таки первая жена, вот это все суды Я вот, я не из тех женщин, Ксюша, которые по судам будут бегать Я вот, мне вообще ничего не надо Мне не надо Ты сейчас сказала, может, жизнь ему испортится? Да ну, я шучу В принципе, я шучу А если бы не было брачного контракта, вот честно скажу Стало бы вот просто изместиться с ним? Нет, Ксюша Нет, Ксюша Потому что я даже могла Ну, нет, Ксюша Нет Все-таки ты что-то не договариваешь Могла, могла И машину не отдать Могла бы Почему мне там девочки не предлагали? Яйца тухлые подложить Знаешь, как я ему машину отдала? Мою машину он мне дарил Он попросил свою машину Он забрал назад И как я вообще в этом состоянии очутилась Я хотела у него выкупить эту машину Я говорю, просто ты хотя бы без машины меня не оставляй В итоге он говорит, нет, нет, нет Я вернула ему чистую машину Какая машина была? Гл.е. Мерседес Новый Пойдем Есть в бус-кафе Дом 2 Бульвар, дом 2 Вот, бус-пут Здравствуйте Собчака у нас такая Она сейчас будет свой нос длинный Везде сувась Понимаешь Вот все тут чистенько у нас Конечно Я знаю, что чисто, потому что вчера все намывали Дорогие друзья, на секунду наша программа становится ревизорро А я становлюсь Леной летучей У меня есть специально подготовленная медицинская справка У меня нет карта Поэтому прямо сейчас я одеваю вот этот вот прекрасный халатик Лена, плачь, дорогая Снимайся, снимайся, снимайся Это вот что за женщина? Вот только что мы сидели, знаешь, в спальне выбирали мне И выбрали такие Нет, ну вот это что? Ты считаешь, что вот так вот, да? Оля, это инспекция Мужчины обратят внимание К тебе это не имеет никакого отношения Это сделано исключительно для того, чтобы Лена летучая Горько плакала в туалете Потому что Ксения Собчак заходит на новую территорию И сделает там всех И что мы видим, дорогие друзья? Нету теплового тамбура на входе Это пункт 444 Потому что вы в этом смысле нарушили требования санинспекции Должен быть тепловой тамбур Оля, где тепловой тамбур? Фу, сука Так я? Конечно, нарушаешь требования Кухню, конечно, уже помыли к нашему приходу Но все равно какие-то следы грязи мы видим Посмотрите, дорогие друзья Проходим дальше Здесь мы видим посуда Посуда чистая Какие-то пакеты Что здесь, друзья? Грубое нарушение Расчетка на кухне У меня все девочки, все официантки красивые Я устанавливаю в своем ресторане В свои правила Где находятся общепит У меня все девочки У меня все девочки должны хорошо видеть Так, что дальше? Порезанные Что за человек? Вот я не могу Пришла В ресторан Мне, чтобы сесть Так, так Кофе Сейчас сядем, сядем Зубы не заговаривай, Бузова Ты знаешь, например, Ольга Бузова Ну Что кухня Должна быть отделена По нашему закону От зала Противопожарными Перегородками Не ниже первого типа Требования Я знаю, что когда ты съешь салат из росышоков с лососем Тебе будет абсолютно неинтересно А это тем временем Будет здесь какая-то перегородка или нет? Требования противопожарной безопасности 552 А вот фан-клуб Ольги Бузовой Понимаете, вот что значит Ольга Бузова пригласила массовку недорого Как посидеть в кафе Смотрите на этих идеальных покупателей Возьми, пожалуйста Ну, об этом чуть позже Единственный стол, который здесь ест Вот вроде как много народу Но почему мы понимаем, что это массовка Вон, они ничего не едят, не пьют Вообще, тема коллаборации звезд и рестораторов Тема крайне интересная И на эту тему я решила поговорить с наикрутейшим ресторатором Сашей Орловым Основателем бульдозер-группы И владельцем ресторанов Ишак Манана, Чеприани, Дубай, Гайя, Дубай Согласны ли вы с утверждением, что амбассадорство Это некий тренд Различные рестораторы привлекают звезд Это во всем мире работает Есть там известные рэперы У которых свои бренды, например, алкоголя Свои какие-то рестораны Вот у нас, например, с Сергеем Светлаковым Сеть ресторанов, которые называются Шак, еще золото в Казахстане Зачем профессионалам ресторанного бизнеса Нужны звездные лица? Ну, очевидно, что это привлекает гостей Все зависит от того, как это правильно сделать Ресторан открыть не так просто Это самый сложный бизнес, наверное Бывает, в ту концепцию люди попали Бывает, не в ту концепцию попали Все зависит от того, где это находится Как там кормят и что за концепция Тут очень много нюансов Какой совет вы, как ресторатор с более чем 10-летним опытом Могли бы дать ресторатору Ольге Бузовой? Конечно, критиковать неблагодарные и неблагородные Тогда посоветуйте мне Если бы я захотела вновь заняться ресторанным бизнесом Что у вас ассоциируется с моим именем? Что бы вы мне могли посоветовать? А вам что самой близко? Все-таки человек, который дает свое имя Ему все-таки нужно самому в первую очередь понять Что бы хотелось? Мне не хватает вкусной, достаточно быстрой еды в Москве Где тебе быстро сделают, не знаю, в пите какой-то там салат Какую-нибудь, ну, условно модную шаурму Но не шаурму, а чтобы это было вкусно, полезно и так далее Здоровый фастфуд Вот уже нарисовалась концепция Это сейчас вообще в тренде Это в тренде Здоровая тема Эта тема очень правильная сейчас, интересная А если там немного сделать А если без глютена сделать Я про это и говорю Вот, а если сделать все Потому что вот я глютен не ем, например Вот, вот такая тема Я не вегетарианец, но глютен не ем И я тоже не ем Ну вот что-то такое, вот, наверное, да Спасибо вам большое Ну что, будем сейчас дегустировать Спасибо вам Просто появилось предложение открыть ресторан Изначально концепция менялась Вот кто предложил Партнеру, который занимался ресторанным бизнесом Ну, ну, можешь фамилию сказать Ну, что зачем? Ну, я не хочу Просто бизнес-два Человек, который тоже занимался Чего не сказать Я тебе больную фамилию, Ксюш? Ну, как ты не помнишь фамилию человека партнера своего? Ну, потому что поработали полгода и все Нет, не помню Ну, блин, Оля, ну как можно не помнить фамилию своего партнера? Ну, это невозможно Ну, потому что все дела велись уже через моих представителей На самом деле это несложно проверить Вот и система Spark Если тебе это интересно Такого фамилия Могу сейчас позвонить тебе Директору, он тебе скажет Я уже нашла этот человек, которого зовут Карен Мельканян Правильно? Это тот, который комедий-клаб делаешь Кафе То есть, по сути, вот этот Карен Мельканян Вас начал обманывать И вы расстанетесь Здесь что-то не пошло не так Мы не находили общие языки Скрывала тебя какую-то информацию И мы, когда это условно воровал на кассе Ну, скрывал информацию То есть, тратил больше, прибыль показал меньше То есть, по сути дела, вороват Ну, можно это так назвать Я в нем не хочу вешать никаких клише Ты вкладывала деньги? Ну, конечно Сейчас Ну, порядок По десяти и выше Ты отбила эти деньги? Пока нет Сколько по бизнес-плану ты должна была их отбивать? Но в год мы должны были выйти в ноль Не вышли Не вышли пока А в чем концепция? Концепция в том, что правильное питание, но вкусно Фотдоги и мургеры, это разве правильное питание? Смотри, а слушай, макароны тоже есть Вкусные и от которых не полнеешь Зависимость очень же еще важно, как ты подаешь Сосиски, блин, это не может быть правильным питанием Всегда хочется какую-то такую гадость И уж лучше это будет вкусно и качественно приготовлено То, что вкусная гадость, это я понимаю концепцию Я очень макдональдс люблю Я иногда ем этот Ты говоришь, что концепция это правильное здоровое питание И у нас бургеры и санитки Правильное вкусное питание Сколько здесь стола? Какое количество? Вот дайте меню, пожалуйста Вот смотрим Бураты Это не очень правильная еда Это сыр Это очень калорийно Буз-Цезарь Ну это, то есть это вкусно Еще раз, я сейчас не критикую Это, может быть, очень вкусное такое еду ем Но это не концепция правильного питания Бургеры любят И это сейчас модно И я делаю то, что и кормлю тем, что люди хотят есть Скажи, а у вас из-за этого, из-за несовпадений концепции закрылось кафе на Новом Арбате? Нет, с Новым Арбатой начались конфликты у нас с партнером Это было его арендное помещение, правильное я понимаю? Да, да, да То есть у него была льготная аренда И это, собственно, являлось... Я не знаю, слушай, Арама может поспорить и спросить Потому что я вот в этих уже в детали и в баталии уже не влезла Что касается того, что ты сказала, что нужно все цело контролировать Да, нужно И если бы я здесь делала круглосуточно, то, наверное, с теми там ошибками и с проблемами я бы не столкнулась То есть я бы их просто не допустила и реально избежала Но в какой-то момент мне просто захотелось попробовать себя в бизнесе Попробовала Обожглась Обожглась и поняла, что нужно, если делать, только со своими людьми Потому что этим нужно реально заниматься, этим нужно жить всецело Сейчас у меня немножко приоритеты направлены в сторону карьеры Но это мой ресторан, который я открыла, и я не хочу его прострать Не лучше ли сосредоточиться на чем-то одном? Знаешь, точно знать, что это полностью вот этим занимаешься от и до и отвечаешь за результат Чем тут ювелирка, тут буз-кафе, тут бижутерия, где ты с сестрой И там, кстати, еще акционером состоит Тарасов Ты знаешь, там минус у этой компании Ты знаешь, что в сегодняшний момент это минус 2 миллиона рублей по итогам прошлого года При том, что вложения были достаточно серьезные А в итоге это все не под твоим контролем, это все кто-то занимается Как раз таки вот, что касается магазинов, у меня нет никакой сети Я полностью контролирую свой маленько в производстве Уже несколько лет у меня есть бренд И я отказала вот этой истории сеть магазинов Потому что тоже были ситуации, когда люди Она обанкротилась, насколько я знаю Вот это СССР Это мы тоже подняли документы Она была неуспешна Она была выбрана И это как раз таки тот случай, когда использовали мое имя И я уже более тщательно рассматриваю все остальные предложения И вообще ни на что не сказать, что сейчас состоит империя буза Я первая девушка в этой стране, которая представляет вашему вниманию свою валюту Буз коин Я создаю империю Империя состоит в том, что Хочешь, чтобы что-то, о чем-то узнали или о ком-то, ставь мою фамилию Ты говоришь, все к чему я прикасаюсь, все становится успешно Но это же по факту получается не так И получается, что ты свою фамилию используешь, а потом даешь неуспешный проект У меня, там, одежда разорилась Криптовалюта тоже не была успешной Вместо огромных денег собрало всего 190 тысяч долларов. Инвесторы в шоке, очень недовольны, потому что они звонят. Служба поддержки криптовалюты не отвечает. В прессе это все подавалось как крутой успех. В итоге успеха криптовалюты нет. Криптовалюты сложная история. И чтобы вывести... Мы все-таки добьемся того, что мы валюту выведем на первую. На сегодняшний момент, да, это провалилось, и люди негодуют. И получается, что у тебя раз-раз-раз-раз, и все проекты, кроме, собственно, тех, которые делаешь лично ты, Инстаграм, и твои песни, твои хиты, вот все остальное, что люди пытаются просто взять фамилию и использовать, все неприбыльно, все неуспешно. Не могу сказать, что ресторан будет неприбыльным, мы посмотрим через год. Я не просто хочу с тобой спорить, но мне очень неприятно это говорить, что твое имя теряет уже цену. Все мои рекламные контракты, которые я заключила, а за последние два года, это Лэйс, Хэдл Шолдерс, ОБИ, все рекламодатели просто готовы работать и работать, и говорят, что с приходом моего имени, моей фамилии увеличились и продажи. Что происходило в компании Лэйс, там вообще люди с ума сходили, воровали эти фигурки по всей России, лишь бы только выложить фотографию со мной. То есть купили все чипсы, которые я выпускала под твоим фустом. Смотри, я имею в виду не рекламу, я про это не знаю. Но когда я говорю о том, что все, к чему бы ни прикасалось, буза становится успешным, я имею в виду это. То есть все мои. Но не бизнес. Ксюша, я не хочу, что сейчас перед тобой тут распинаты, я считаю, что я создаю тренд. Потому что как только я подстрелилась, каре, все парикмахеры мне писали, что просто, Оля, мы у нас только каре. Мне кажется, может быть, тебе поэтому и надо продавать себя. Потому что когда ты продаешь себя, это круто получается, люди приходят, хотят покрасятся и так далее. И когда ты продаешь бизнес бузовой, блин, какая-то фигня была. Ну мы, слушай, ну невозможно, чтобы все шло всегда хорошо. А зачем тогда так много? Зачем делать эти бузпойны, которые потом люди будут говорить, что ты их кидаешь? Я никого не делала, ни одного человека. Вот ты знаешь, какие сейчас котировки бузпойны? Сейчас этим занимаются другие люди, профессионалы, которые как районы. Самую проблему, что ты сама этим не занимаешься. А тем, чем ты занимаешься сама, как бы это имеет интерес и успех. Любой бизнес – это риск. Твой хит в iTunes собирает больше, чем хит Лободы, например. Но Лобода вот как-то в общем сознании, она в первой лиге. Ты не там, потому что я посмотрела, вот ты за последние два дня была в одной жопе мира, потом в мытищах. Это маленькие декабры. В один день. Ужасные залы. Понимаешь, никакая ни Лобода, ни Шнуров в такие залы не поедут. А при этом ты по уровню популярности своих клипов, ты не хуже, чем они. Но ты это делаешь. И ты себя таким образом принижаешь. А я не хочу быть как Лобода. Я не хочу быть как кто-то. Я Ольга Бузова. Я хочу, чтобы люди приходили на мои концерты. Мне плевать, зачем вы приходите в Матище, пусть они приходят в Крокус или в Олимпийске. Ты вот сейчас очень, очень, мне не нравится, как ты размышляешь. Вот ты, кстати, так же размышляешь, как Лобода как-то размышляла. Она сказала, типа, Бузова слушают тех, кто читать не умеет. Я тебя слушаю, почему? У нее есть первая лига, значит, в зала. А что, другие не люди? В Матище живут прекрасные люди. Но ты же понимаешь, что Алла Пугачева никогда не поет на Кище. Сейчас, а? Именно поэтому она собирает зал там на свой юбилей. По 200 тысяч билетов. По 200 тысяч билетов. И это круто, потому что человек говорит себе, вот я там. Для тебя это разменит, а цифры. Для меня это, кайфовать и дарить свою музыку людям. Нет, для меня не в трюме приезжать в такие города. Я не считаю, что это же пострадки. Это Россия, и так живут все. Вот даже по бизнесу. Позвонили в три агентства и провели серьезный анализ продаж рекламы в Инстаграме. У тебя 16 миллионов. Ты помогла продавать свою рекламу супердорого. При этом у тебя можно купить пост сегодня 350-400 тысяч рублей. При этом Инстаграм, например, Сергея Шнурова, где гораздо меньше подписчиков. Меньше чем за миллион ты не купишь там рекламу. И люди платят за качество. А ты тем, что ты пускаешь там условно дешевую рекламу, всем человеку относиться к этому, что ну Бузова за 300 тысяч. У меня тоже есть планка. Понимаю, и я сейчас, если ты посмотришь мой Инстаграм, у меня не так много рекламы. Хорошо, почему нету люксовых брендов у тебя условно? Почему мы не рекламируем? Потому что я простая, потому что я не ношу Бербери. Ты носишь, ты носишь роликс, ребят? Ну алло, давай без комод. Это часы, которые стоят там 40-50 тысяч долларов. Мы видели все твои маноло бланик дома. Это дорогая обувь. Ты просто делаешь акцент очень-очень странно. Ты увидела маноло бланик, а то, что рядом стоит, понимаешь, найк, который стоит 2 900, ты не увидишь. Я же тебя не упрекаю. Я считаю, что у тебя хороший вкус. У меня хороший вкус, что у тебя такая обувь. Да, но ты же носишь дорогую одежду. Не только. Но как бы... При этом эти рекламодатели к тебе не идут. Они ждут. Хорошо, но не идут. Почему? Я не знаю. Спроси у них. Я не буду приходить к ним. Но ты же номер один. Это же подъем сейчас какой-то? Нет. Я реально так считаю. Мне кажется тебе, что ты сама себя дешевишь тем, что ты слишком много всем раздаешь всего. Что если бы ты была более избирательна, то качество того, что ты делаешь во всех сферах, сильно бы выросло. И условно люди бы ждали каждого концерта, каждой рекламы, которая была бы дорогой, оправданно дорогой. Но люди ждут концертов. Я вызываю всегда двери акции. Ты хочешь быть первой лиги? Я туда не стремлюсь. Не хочешь? Нет, абсолютно. Я хочу собирать зала. Я хочу, чтобы люди слушали мою музыку. Я хочу, чтобы люди ходили на мой спектакль. Это я не могу пропустить, Тёля, извини. Так это мои гости. Вот так делаются подставы. Типа случайно Женебекян зашел в кафе. Сколько раз Ольга сегодня тебе позвонила, чтобы ты сошелся? Ни разу, ни разу. А мы можем показать тебе. Ребята, вот подставы. От него нету ничего, ничего нет. Какое любимое блюдо в Буз-кафе? Привет, привет. Вы знаете, это Цезарь-салат. Цезарь-салат. Красавчик. Буз-целат. Знаете, что значит этот ответ? Он просто знает, что Цезарь-салат есть в любом меню. Хотел сказать, что... Ну что ты тут делаешь, Квар, вот что ты тут делаешь? Зайкали пообедать, это лучший ресторан Буз-кафе. Ты ведешь Ольгу Бузову как артист? Нет, к сожалению, нет. Но думаю, что все впереди. Вот смотри. Вот, кстати, рассуди нас. Я немножко взъебнула Ольгу Бузову по какому вопросу. Мы подняли все документы по ее кафе, по Буз-койнам, по бижутерии и так далее. Выяснили, что как бизнес-модель это невыгодная история. Почему? Не потому, что Бузова плохая, а потому, что ей занимаются крайне непрофессиональные, на мой взгляд, люди, которые ее тратят на все. Оля пробует все. Зачем? Это неплохо, потому что необходимо попробовать многие различные вариации для того, чтобы выбрать из этого что-то. Гарик Мартиросян будет в мытищах на 300 человек в ночном клубе устраивать свое шоу? Ну, наверное, нет. А зачем это делать Ольге, которая в IT-юнсе занимает первое место в своих песнях? Она ищет различные вариации. Через какое-то время, я уверен, что она отбросит большое количество всего того, что она начала, оставит себе большое количество всего того, чем она продолжать будет заниматься, и это будет приносить безусловное пользование. Но при всем при этом ты задавала мне вопросы, я тебе вот все точно-точно сказала, что сказал Артур. Ты говоришь, что у тебя ты не люкс, ты типа по сути ты не номер один. Ты по сути не номер один по бизнесу. А пришел Артур, а почему же бизнес? Мы провели расследование, и здесь находился у нас человек вчера и позавчера. Здесь нету людей, он сидел в абсолютном одиночестве. Во сколько? Вот сейчас это было, но вот у нас есть чек. Во сколько? 22. Ну, когда закрытие ресторана, конечно. Окей, дальше есть такая история, что в 22, если ты берешь фискальный чек, ты можешь увидеть, сколько людей до тебя было в этом ресторане. Он был здесь в 39-м человеком. Это пипец. Мы сегодня здесь в 17-м, видишь, ты не бьешься. Ну, нет, секунду, наоборот, это очень мало. 17 человек в середину воскресного дня, это дико мало. Нет, мне просто здесь плохо. Совершенно не обязательно, чтобы вещи, которые успешны в телевизоре, они случились бы сразу же успешно и вне телевизора тоже. Что бы ты посоветовал Оле, чтобы ее бизнес пошел? Безусловно, в одном я согласен, сосредоточиться на небольшом количестве вещей. Видишь, мы нашли точку согласия. Нет, в общем, она находится в очень правильных руках, она очень правильная. Ты считаешь? Я абсолютно уверен, я уверен, что у нее будет безусловный успех. Не слушайте эту женщину, она пытается вам доказать, что сразу должны бабки. Не всегда все получается, у меня ничего на блюдческой золотой каемочкой ко мне не приходит. Да, пока так. Здрасте, молодые люди. Как вас зовут? Арам. Арам? Да. А ваша фамилия как? Арчик. А, вы и есть директор. Сколько она заработала за концерт в мультищах в клубе? Ну, я об этом не буду. Ну, примерно. А он чего плохого не спрашивает? Ну, потому что он не знает, что он мой человек. Если я захочу, то я расскажу. Что ты ему тогда не доверяешь? Почему не доверяешь? Я тебе не доверяю, а Араму я доверяю. Смотрите, вот я просто хочу спросить. Я считаю, я считаю, что любой бизнес – это хорошо. Но правда ли, что совсем недавно в Краснодаре вы занимались продажей ростовых кукол? Ну, не так недавно, но там лет десять назад такого не было. Арам было? Скажи. Ну, честно, в этом нет ничего плохого. То есть это враги. Просто того кукол не было. Правда, я не хочу, что… Ну, правда, это круто. Все, хорошо. Не будем. Не будем. Захочешь интервью с Арамом, если он захочет… У меня Арам не публичный человек. Что значит он не публичный человек? Вот смотри, в инфаграмме, который ты любишь… Ну, вот вбиваем, смотри. Арам Арча. Побежал. Сто семьдесят две тысячи человек за ним следят. Ну, конечно. Это он не публичный человек. Это значит, что он не хочет тебе давать интервью, и он имеет на это полное право. Да продавать можно рекламу. А он не отказался, кстати. А ты хочешь пообщаться? Я тогда пойду в туалет. Нет, нет, нет. Нет, я просто… Не, пожалуйста, я пойду в туалет, общаюсь. Нет, все, я с тобой не надо. Мне просто неинтересны люди, которые вокруг тебя. Общайся. А я бы ничего плохого, они не сказали. Я просто, если честно, немножко расстроилась, потому что я… Изначально, когда мы с тобой договаривались по поводу интервью, то есть все мои предложения о том, чтобы прийти на спектакль, команда твоя отвергла, а потом мы звали вас в Подольск, где я показывала просто потрясающее шоу, и было огромное количество народу. Значит, в Подольск вам неинтересно. На спектакль поехать ты не захотела. Пришла в Босфуд с какими-то бумажками. Ты прекрасно знаешь, как сложно строить бизнес. В этой ситуации конкретно получилось, что не все сразу получилось. Но я не из тех людей, которые не доводят дело до конца. И я, по сути, в этой жизни одна, ну, реально, у меня нет мужчины. С себя я сделала сама, карьеру строю сама. И когда в сложную ситуацию ты приходишь мне носом просто тыкаешь и говоришь, что тут херня полная. Мне, конечно, обидно, потому что не все сразу получилось, как я хотела. Да, у нас сейчас сложности. Но мы сейчас выстраиваем заново бизнес, который сейчас я полностью контролирую вместе со своей вот этой маленькой командой, которой ты считаешь, что это херня. Ну, не херня это, Ксюша. Ютьюбе меня учили, что все равно должно быть все потрушно. Но если я вижу, что, блин, что люди подставные, что мы разрыли эту историю, но я не могу об этом не сказать. Я при этом к тебе, я считаю, что дико талантливый человек. Я во всех своих интервью, я говорю, что твой успех в музыке, это, блин, это феноменально. Да, но я не пришла к тебе и не сказала, ты знаешь, что миллионы лопат и грибу с ресторана. Я пришла и тебе честно сказала, что да, мы только сейчас заново начинаем выстраивать бизнес. Я очень хотела ресторан. Я абсолютно, одно тебе надо сказать, чтобы закрыть уже эту тему. Я абсолютно уверена, что если ты сама не будешь заниматься этим бизнесом или каким-то другим, тебя точно наебут и обворуют, и это так больше всегда. Тебе надо самой прямо это убрать и заниматься. Так они это и делают, Ксюша. И что мне теперь, вообще ничем не заниматься? Контролировать самой все, к сожалению, только так. Вот сейчас я начинаю сама контролировать. Меня всю жизнь все кидали, реально, в ином смысле. Сейчас мы зато едем в то место, где мы с тобой обе как рыба в воде. Поехали. Давай послушаем песню с тобой. Попоем караоке. Наконец-то. Вот какой твой музык ты любишь. Первое нормальное желание. Давай ты будешь говорить, что ставить. Я буду ставить. Мир между нами. Я хотела песни всегда. Ты слушаешь, вспомни олимпийский. Любовь. Игра. А почему только после Тарасова ты запела? Почему? Не только после Тарасова. Я запела в отношениях с Тарасовым. Петь-то хотела давно. Просто я была в браке. Для меня была главная на тот момент семья. Работать на корпоративе мне запрещали зарабатывать деньги. Почему? Ну, потому что я не хочу, чтобы моя жена работала на корпоративе. Но он тебя обеспечивал? Ну, как обеспечивал? Денег не давал. Ну, он давал тебе там каждый месяц какие-то деньги. Ни разу не он мне не дал ни копейки. Ну, подожди, как человек, который не дает тебе зарабатывать... Вот я была очень реально глупая и неопытная. Я просто его очень сильно любила. Поэтому эти все моменты, которые ты сейчас мне говоришь, да, я только сейчас это понимаю. То есть, правда, в моей вселенной ты был господин. Да. Да, Ксюша. Скажи честно, вот главная твоя песня какая? Вот если, не знаю, атомная война сейчас с Америкой, наши ракеты летят во Флориду. И ты знаешь, что вот сохранится где-то на цифре одна песня. Ну, мне кажется, мало половин, нет? А ты знаешь, что сейчас «Танцуй под бузу» происходит? Нет, я не про хит, про твою любимую. Вот для тебя самое важное. Какая? Она не боится. Ты с Молу давай звони. О, он мне перезванивал. Федя? Федя Анатольевна? Да, ну как ты меня сразу официально, я сразу чувствую, как будто мне 50 лет. Вообще неправда, наоборот. Ну, как ты поживаешь? Спасибо, неплохо. Вспоминаешь ли ты наше прекрасное интервью? Видишь ли ты, сколько вообще просмотров оно собрало? Да, я аккредитиваю его самым своим удачным и наиболее приятным интервью в своей карьере. Ну, а главное, что ты навсегда теперь войдешь в историю, как мой первый YouTube-мужчина. Не знаю, насколько это тебе приятно, но мне очень. Да, это мне безумно льстит. Помнишь, мы играли с тобой в игру? Да. Помнишь, там была одна девушка, которая вышла в полуфинал? Мне кажется, Бузова, возможно, была там. Да, бинго! И вот, ты знаешь, Федор, сегодня я играла с этой девушкой тоже в эту игру. У нее в финале оказался ты, Федор. Пока еще финал не разыгран. Рядом со мной Ольга Бузова. Привет, Федь! Привет, привет, Ольга. Знаешь, как удивительно, Федя, потому что каким-то случайным образом ты оказался у меня в финале, и мне Ксюша говорит, ну, а Феде ты тоже нравишься. Ну, как, я не знаю, нравится я тебе, не нравлюсь, но, типа, ты меня выбрал. Я говорю, если меня он пригласит на свидание, я тогда его выберу в финале. Если не пригласить, тогда буду дальше сидеть одна. Ну, что? Кто мой соперник-то по финалу? Хороший вопрос, Федор. Слушай, так ты не глупый. Не говори. Он вообще не глупый. Он не глупый? Ты по сравнению с ним, ты будешь себя чувствовать конкретно, как Шариков рядом с Эйнштейном. Он реально очень умный. А у тебя есть девушка? У меня есть, да. Ну, не жена. Ну, ладно. Ничего страшного, ничего страшного. Ничего страшного. Хорошо, Федор, последний вопрос. А как вы думаете, кто второй мужчина, вышедший в финал? Ну, если честно, мне тяжело догадаться. Он лысый, он из шоу-бизнеса, много снимается в рекламе. В кино. Ну, либо Нагиев, либо Хуценко, наверное, мне пришли. Смотри, вот умный парень. Умный парень, да. Ох, ну хорошо. Раз у тебя девушка, Федор, мы, видимо, будем звонить еще Дмитрию Нагиеву. Нет, ну, если ты решишь сходить в кафе с Ольгой и попить с ней чай, Вус-фу, да. Ну, ты дай мне знать, я вас соединю. Он еще не пробовал бургеры мои, Ксюш, которые ты сегодня пробовала. Наших бургеров я еще не пробовал. Федя, моих бургеров ты еще не пробовала. И судя по тому, что у тебя есть девушка, ты не попробуешь бургеров. К при великому сожалению, Ольга, вот с вами он констатировал. Бузова, вот у тебя поэтому два года и секса неешь. Что-то сразу о девушке. Уже, блин, девушка. Уже забыли. Да, Федор. Ну, а теперь наша радиостанция из автомобиля Ксении Собчак Ауди посвящает вам песню «Я открываю мир других мужчин». А ты не хотела ехать. Ты понимаешь? Все, все. Какого тебе, а? Стоило того? Ну, обосрали чуть-чуть с едой. Зато жениха какого тебя нашли. Где он, у него девушка есть? Федор Слолов охуительный. Вообще, гораздо умнее, чем Тарасов. Я его раздевала. Вот опять мы с тобой делаем первый шаг. И что плохого? Ну, думаешь, мне приятно вот получать отказ? Ну, слушай, ну какой отказ? Он не отказал тебе. Ты тоже пойми, он умный просто. Он понимает. Дальше девушка это вставит, ему пиздюлях. Ты там кокетничал с этими дурами. А он кокетничал? Он кокетничал, конечно. И со мной тоже. Вот, она ему сейчас вставит. И это будет хороший момент. Поэтому ты ему теперь пиши, когда выйдет программа. Потому что она начнет его там это. Мужики это дело не любят. Подумай, господи, оно мне надо. Мой хороший, я не хочу. Я хочу, чтобы мужчина сам проявил инстативу. Дальше, понимаешь, захочет, спросит телефон твой. У тебя, между теми. Вот прямо сейчас твои идеи должен написать. Но свадьбу вашу, если что, я веду и за большой гонорар не бесплатно. Почему-то. Мать, у тебя все про чистоту, Алла. Я все про бабки. Я честная. Я про деньги, ребята. Вот я тебе честно скажу одну вещь неприятную. Я хотела, что ты очень важно сказать. Когда ты плачешь для моего YouTube-канала, вот ужас заключается в том, что в этот момент мое сердце, как продюсера, радуется. Потому что я понимаю, что это просмотры, что люди будут лайкать, что это будет рейтинг. Но если такая я вот эмоциональна, что я могу с собой поделать. Но ты понимаешь, что ты людей подсаживаешь на иглу того, что они хотят тебя вывести на слезы, потому что ты в этом прекрасна и очаровательна. Ну прекрасна. Это твой талант, поэтому каждый человек, это не только я такая сучка, просто я никто этому в лицо не скажет. Ты сука, реально. Каждый раз они сидят, обсуждают, так, давайте позовем Бузову. Довести ее. Я не сука, я просто тебя люблю, говорю тебе правду. Единственный человек, который пришел тебе правду. То есть ты хочешь сказать, что ты не сука? Я сука, но я говорю правду. А я нет. Я трушная сука, понимаешь? А я не сука, но тоже говорю правду. Просто тебя теперь все ждут, чтобы пришла Бузова, она нам охуенно порыдает. И ты тоже за этим пришла. Конечно, я тебе об этом говорю честно, а люди все себе врут. Реально, с котелочкой, я так устала. Вот это был бы контент. Когда ты говоришь, что мой главный талант – это искренность, ты не врешь, так и есть. Но часть твоей искренности – это вот эти слезы, которые текут по твоим щекам. Песня Аллы Борисовны Пугачевой практически. Очень сильная женщина. Кстати, она у меня есть. Вот можем? Вот давай послушаем. У нее прекрасная песня есть. Она у меня просто в моем плейлисте. О, я не могу. Огромное количество вот таких очень противоречивых качеств, которые делают из меня вот эту самую личность, к которой ты приехала сегодня. Потому что ты хотела ко мне приехать. И теперь уже я прихожу и беру у тебя интервью, потому что ты звезда. Так и есть все. Как говорится, вот я и дома. А ты знаешь, что мне по наследству от тебя достался пуховик «Саваж». Ты когда свинтила с дома-2, ты там же многие вещи оставила, сказала так, девчонки, разбирайте. Вот сейчас вообще просто эксклюзив. Я сижу на лобном в этом пуховике от Собчак до сих пор. Он длинный, удобный и теплый. Я понимала, что я вас тут уставляю мерзнуть. Слушай, а это круто. Вот здесь у нас были гримерки, да? Вот здесь они были. Блин, вы понимаете, что здесь моя молодость прошла? Вот гримерки наши. Как вспомни, вот твоя гримерка была. Да, была здесь. Потом была здесь. Ты тоже застала это в момент. Нет, но не было вот этого дома, не было точно вот этого декорации. Нет, это декорация. То есть вот были вот эти три дома. Вот твоя первая гримерка. Вот она была. Можно я расскажу историю про Собчак? Да. Сейчас Яна что говорит. У меня-то столько, когда есть нычек про Ксидию Анатолиевну. Оля, наша администратор. Она вместе с пуховиком тоже на наследство мне досталась. Она тогда с Ксишей работала потрясающе. Наша любимая Оля, привет. Она по звуку каблуков узнавала, в каком Собчак настроение. И все спрашивали, боялись, где даже в гримерку заходить. Вызывали Олю, спрашивали. Ксюша, в хорошем настроении или нет? Если в хорошем, все радовались. А, да ладно? Ты понимаешь? Все осталось. Вот дом для новеньких. Дом для новеньких, дом для стареньких. Пойдемте покажу место, где меня Ксения Анатольевна поймала. Я психанула, меня кто-то чем-то обмазал, замазал, на меня что-то кто-то вылил. Мы же реально отсюда не могли уходить. Ты помнишь, какой здесь было? Да, здесь было все как на зоне. Все было запятое. Прям реальти-реалити. Я вот сюда побежала, чтобы выбраться. Вы помнишь? Потому что я даже не знала, что есть аппаратная, что там есть какая-то жизнь. Оля вообще не понимала, что здесь где-то люди живут за периметром. Я когда узнала, что в доме за зеркалом есть люди, что они нас снимали, я вообще была в шоке. И я не знала, как отсюда выбраться. Сейчас я уже знаю, что когда нет выхода, только вход. И вот я в слезах, ну вы видели сегодня, ничего не поменялось. Пошла оттуда, я ее там отловила. Она меня догнала, да. И помнишь, вот там мы стояли? Я тебе говорила, Оль, ты должна быть сильной. Ты должна прийти, всем все доказать. Здесь каждый раз мы все вставали и говорили, и мы счастливы! Мы счастливы! Слушай, ну вот этот слоган «Мы счастливы» ты была здесь счастлива? Да. Да. А ты? Да. Ну сейчас понимаю, что да. Пойдем на Лубное. Вы понимаете просто, что здесь вот все начиналось. Ты помнишь, я пришла вот сюда, тут сидела Бузяров, а ты сидела тоже. А я сидела вот здесь. Девочки, сядьте рядом с той сватой, которая вас представляла. Жень, встань, пожалуйста. Сядь, пожалуйста, да. Смотришь, мы же вот здесь сидели и велили. Вот так сидели и вели вдвоем. Это все, да. А я так боялась с тобой всегда вести, потому что ты как бы уважала тебя. Я просто, я думала, что я сейчас бы сидеть и молчать, все равно даже слова не скажу. Но я всегда что-то говорила, все равно. Но ты не давала. То есть ты приходила, ты считала всегда, что это ты пришла, ты все можешь разрулить одна. И уходила. И уходила. А я пришла к нему и по-честному сказала, я влюбилась, я покидаю проект. Мне хочется быть желанной женщиной. Я хочу иметь свой дом, семью. Я хочу как участница сегодня покинуть этот тип проект. Даже в тот момент я обманывала зрителя. Он не хотел меня терять. И я считаю, что я оправдала на тот момент его надежду. Потому что я веду одно из рейдиковых шоу. Уже сколько? Четыре года я была участницей. Восемь лет, девять. И тоже тяжело. И тогда мне Алексей Николаевич сказал, ты смогла завоевать любовь и уважение зрителей. Она тогда смотрела 60 миллионов. И помнишь? Неужели ты не сможешь завоевать любовь 15 человек и уважение? Ты представляешь, какой масштаб? То есть не получается, и сложно, и трудность, но я не задаюсь. Иду до конца. Ты сделала этот скачок и стала ведущей в том числе, потому что ты была реально тем человеком, который пришел сюда строить любовь. Реально. То есть из тех этих людей, которые пришли делать шоу и быть перед камерами кем-то, ты реально пришла в это, верила. Это колечко, которое я хочу тебе одеть в знак нашего двухлетия. Вот на этот пальчик. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я верю в это. Я пришла... Но ты веришь вообще во все, Ольда. Ты живешь всю свою жизнь в реалити-шоу, ты всю жизнь под камерами, но ты продолжаешь как бы... Это парадокс. Вот я пытаюсь сегодня разобраться весь день. Вот то ли ты так строишь, это такая гениальная актерская игра, то ли ты правда в это, сука, веришь. И ты понимаешь, даже у меня нет до конца ответа. Ответа. Видишь, как прекрасно. Сегодня ты будешь засыпать и будешь думать обо мне, будешь искать ответ. Безусловно. Вот когда я здесь сидела и уходила... Ты плакала? Я плакала, наверное, первый раз на этом лобном месте. И я сегодня ухожу с проекта Бомба. И даже неважно, ошибалась я тогда или нет, но это был момент, когда я для себя решила, что я вот... Свою популярность, свою медийность, все, что вот я как бы накопила за эти годы, я вложу в какую-то идею, которая для тот момент мне была важнее, чем то, что происходило здесь. А что в своей будущей деятельности я смогу делать что-то, что будет нести какой-то смысл. Хочу тебе задать вопрос. Понимаешь ли ты ответственность того, что ты делаешь, что за тобой следит 16 миллионов человек? Понимаешь ли ты, какой силой ты обладаешь и как ты можешь по-разному эту силу использовать? Понимаю. Да, это ответственность. Поэтому я пропагандирую, что нужно беречь не только честь молодого, но и красоту. Но помимо этой истории я делаю то, что я хочу. И ваш выбор, включить канал ТНТ, посмотреть со мной Дом-2 или нет? Прийти на мой спектакль или нет? Согласиться с моим выбором или нет? Я вот как раз таки в митингах во всех этих историях. Это вот, это вот ты понимала ответственность? Да. То есть ты людей призывала. Я просто посчитала, что не стоит моя там карьера телевизионная того, чтобы я продолжала врать и соглашаться с тем, что я не согласна. Но мне никто ничего не говорит, что делать и как говорить в моей телевизионной карьере. Ты в это абсолютно веришь, что ты как-то поддерживаешь. Я видела твои посты за Путина как-то. Некоторые, да. Я видела за Собянина, если не ошибаюсь. Понимаешь ли ты, что если бы ты имела другие взгляды в нашей стране, то тебе бы не давали возможности нигде раньше. Ты с этим столкнулась? Ну, безусловно, не только я. Огромное количество людей, которые раньше работали на телевидении. Не только я. Я вот хочу так глобально тебя вывести. Я просто была в Чечне не так давно. Рамзан Кадыров – это человек, который, и это не мое мнение, постоянно нарушает права человека. Много людей пропали без вести. Политковская была убита. Титив, которого я ездила защищать, его мемориал был разгромлен. Огромное расследование по тому, как изъявали геев в Чечне и так далее. Ты знаешь об этом все? Мне кажется, что вот со мной сейчас на эту тему не очень корректно говорить. Потому что у меня есть позиция человека и есть позиция личности. Ты считаешь Рамзана хорошим человеком? Подожди, послушай, пожалуйста. Я не знаю его как человека. Поэтому я не могу тебе сказать. Я, девочки, знаю Рамзана Ахматовича лично. Мы в курсе. Мы следим за тобой, Оля. Петрые подарки дарит Рамзан Ахматович. Он потрясающий мужчина, потрясающий муж, отец. И он действительно любит свою страну. Это была ситуация такая в тот момент, когда я оказалась на грани, ну, в сложной позиции. Позвонили представители и пригласили меня в эту республику. И я приехала в гости. Я Рамзана видела там за ужином, образно говоря. Но для меня эта республика устроила такой праздник. И я могу сказать, что лучший день рождения был у меня как раз в республике. И подарки лучшие были, да? Поэтому Рамзан, Рамзан, обращай, обращение к вам. И 11 миллионам ее подписчиков. Да, вы не можете сейчас уходить. Что, естественно, я за этот праздник была благодарна. Поэтому обсуждать сейчас с тобой, ну, хороший человек он или нет, мы не можем судить человека по конкретно... То есть ко мне он хорошо отнесся. Я не лезу туда вообще. Для меня я не баллотируюсь никуда пока что. Я пока не собираюсь связывать свою жизнь с политикой. Потому что я не хочу быть шутом горохом. Если вдруг когда-нибудь... Ну, опять же, не говорю никогда. Потому что я не знаю, какой ток по меня ударит и молния в 40 лет. И чем я захочу в 40 лет заниматься. Поэтому я артист. И я очень благодарный человек. Но ты знаешь, что есть артисты, которые, например, сейчас не ездят в Россию, именно по принципиальным соображениям. Или не ездят в Чечню. Даже из русских артистов. Вот я знаю много наших с тобой знакомых, которые говорят, ребят, вот в Крым мы не поедем. Я езжу в Крым. И в Чечню. Я не хочу вот это вот... Мне это бесит, если честно. Я хочу делать то, что я хочу. Я езжу в Крым. Я выступаю. Это твое право. Нет, это... Потрясающие концерты. Ну, ты как слишком серьезно. Понимаешь? Слишком серьезный разговор. Огромное место навеяло. Слишком такой серьезный разговор. Просто я, знаешь, к тому, что у тебя огромная ответственность. И мне кажется, Оля, это прямо нужно всегда помнить. Потому что ты больше сейчас, чем газета «Правда». Понимаешь? У тебя твой тираж 16 миллионов и каждое твое слово. Понимаешь? Если мы живем в эпоху Бузовой, то, блин, ну правда, будь осторожней. Просто знай. Вот я не знаю, я тебе просто оставлю это. Не мне кого-то там осуждать. Вот это документы. Есть такая новая газета. Они проводили расследование. Это большой коллектив журналистов новой газеты. Вот расправы над чеченскими геями. Вот ты поднимаешь флаг за них. Вот посмотри, что происходит в Чечне. Я просто считаю, что... Я сперва. Ты ни в коем случае не думай, что я тебя склоняю к подрывной деятельности. Я хочу, чтобы у тебя была долгая карьера на телевидении. И я знаю, что для этого надо быть вне политики. Я вне политики. И поэтому я отчасти тоже понимаю условия игры. Но это не рушит мою личность, потому что у меня очень большая личность. Очень. И если я столкнусь с тем, что мою личность кто-то будет ломать, то я начну протестовать, конечно. Спасибо. Это был Дом 2. Телепроект Дом 2. И мы счастливы. Все, Собчак забыла. Вот девичья память. А что говорили в конце? Это телепроект Дом 2. С вами была Ольга Бузова, Ксения Собчак. «Построй свою любовь». Вы не приключайтесь в нашем эфире, что самое интересное. Лайки, колокольчики, подписки. Правильно? Лайки, колокольчики, подписки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Кукуруза Арбузами.